Марин и его друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Надеюсь, Гого понравится мой подарок Ух ты! Кит-оригами! Здорово! Гого, тебе нравится? Потрясающе! Что это? Это марлевая повязка? А у меня лупа! Я что, старушка, что ли? У меня ещё хуже Тяжёлая! И какой от неё прок? Вижу, вы уже получили подарки от своих тайных друзей Скажите, а можно вытянуть другого тайного друга? Что? Да, вчера получилось неправильно Давайте ещё раз Вы же согласны? Я всем доволен Я за то, чтобы выбирать заново Заново! Пожалуйста! Пожалуйста! Что? Опять? Кто же дарит такую ужасную шляпу такой красивой девочке? Ничего, вот моя кукла ещё хуже Она же для малышей Для малышей? Это мой подарок Ну и тяжёлая книга И слов слишком много Аааа, что-то у меня голова так закружилась Вам что, опять не нравятся ваши подарки? Конечно нет! Всем доброе утро! Мы хотим новых тайных друзей! Что? Опять? Да, хотим выбрать снова! Аааа, шкатулка! Альто, она тебе так подходит! Виви, это ты мне подарила? Что? Вовсе не я! Да здесь же написано! Смотри, Виви! Что? Это... ну... Альто, Виви, не ссорьтесь! Ты нарочно для меня выбрала такой бесполезный подарок, да? Кто бы говорил! Это же ты вчера мне подарил ковбойскую шляпу, да? Ну, я просто... По-моему, это очевидно, что шляпу подарил Альто Посмотрите, что я сегодня получил Ковбойскую звёздочку А я не понимаю, что не так с ковбоями? Всё так, просто они для малышей Пора тебе уже перестать играть в ковбоев Он прав! В ковбоев играют только малыши! Ребята, не ссорьтесь! Шкатулки тоже для малышей! Это же ты, Лоджик, подарил мне ту книгу! А что не так? Книги, это здорово! Ты хоть раз пробовал читать? Что ты сказал? Дети, а что происходит? Вы ссоритесь! Мы хотим снова поменять друзей! Да, поменяем! Давайте менять! Поменяем! Давайте менять! Давайте менять! Хватит! Дети, вы меня разочаровали! Не могу поверить, что вы ссоритесь из-за подарков! Я хочу, чтобы вы подумали над тем, что такое дружба И что значит дарить подарки Напишите сочинение, ясно? Ясно! Ребят, пойдемте в штаб в квартире, поиграем! Да, пошли играть! Нет, мне надо идти делать уроки! Мне тоже! Альту! Вевяты! Простите, я сегодня не в настроении! Всем теперь грустно! Эти тайные подарки их так расстроили! Что же делать? Точно! Есть идея! Что это вы делаете? Это подарки для наших друзей! Опять подарки? На этот раз особенные подарки, которые им очень понравятся! Делаете друзьям подарки, которые им понравятся? Это же чудесно! Они обрадуются! Думаешь, правда обрадуются? Ну, конечно! А вы, как я погляжу, уже чему-то радуетесь? Мне радостно от одной мысли, что я что-то подарю друзьям! И мне! Давай, скорее доделаем! Марин и друзья! Кто там? Никого нет! Розыгрыш, наверное! Что это? Ух ты! Ваза из бумаги! Какая она красивая! Интересно, от кого? Здорово! А ковбойская как блестит! Отлично! Книжные закладки! Мне как раз нужны были такие новые! Что это? Мой любимый цветок! Поставлю его в вазу, которую мне подарили! Когда получаешь подарок, который нравится, настроение просто чудесное! Ты нарочно выбрала для меня такой бесполезный подарок, да? Ох, наверное, это был плохой подарок! У Уальта ведь даже украшений нет! А-а-а! Приколю на грудь и буду настоящим ковбоем! Ковбои самые лучшие! Да всё так, просто они для малышей! Пора тебе уже перестать играть в ковбоев! Теперь я понимаю, кроме меня ковбои никому не нравятся! Надо было подарить Лоджику то, что нравится ему! Ух ты! Коралл редкой формы! Интересно, как он называется? А у меня лупа! Я что, старушка, что ли? Ну и тяжеленная книга! И слов слишком много! Если бы я выбрал подарки, которые им понравились бы так же, как мне закладки, мы бы все не ссорились! Но как понять, что им всем нравится? Привет, ребята! Ага, привет! Да, привет! Марин, что скажешь, вроде бы не ссорятся! И настроение у них, похоже, намного лучше, чем вчера! Думаешь, это наши подарки так подействовали? Ну, я надеюсь! Ну вот, цветы завяли! Если бы у меня только было удобрение для них! Камни валяются прямо на дороге! Кто-нибудь может споткнуться! Я рыцарь правосудия! Я об этом позабочусь! Как же мне надоело все время менять ручки! Марин, мне кажется, наши друзья по-прежнему друг с другом не общаются! Похоже, наши подарки все-таки не помогли! Что же нам делать? Что, подарки? Ты что, сделала еще подарки? Нет, только те, что мы делали вместе! Странно, а я думала, игра с тайными друзьями закончилась! Ух ты, маска героя! Я как раз хотел такую! Вы только посмотрите на эту трехцветную ручку! Как здорово удобрение для цветов! Но от кого оно? Марин, это ты подарил? Нет, не я! Правда? Тогда кто же? Виви, знаешь, это вообще-то мой подарок! Что? Твой? Но зачем? Ну, я знаю, что ты любишь цветы! И я хотел подарить подарок, который тебе понравится! Лоджик! Как мне нравится маска? Аль, то тебе очень идет! И прости, что я тогда разозлилась! Да ничего, я тоже был виноват! Спасибо за подарок! Лоджик, как тебе новая ручка? Теперь тебе ничто не помешает наслаждаться учебой! Так это ты подарил? Теперь я смогу писать гораздо быстрее! Спасибо! Как же здорово снова слышать ваш смех! Я так рад, что вы помирились! Знаете, в этот раз, когда я заворачивала подарок для Альто, то представляла, как он обрадуется, когда получит его, и мне самой стало радостно! Точно! И сейчас, когда Лоджик открыл подарок и заулыбался, мне тоже стало весело! Это естественно, когда что-нибудь делаешь не для себя! Лоджик, так это ты пару дней назад оставил под моей дверью вазу из бумаги! Что? Да нет! Ты что, еще один подарок получала? Что? Я тоже получал? Да? Ты тоже? Но раз мы их получили... А вам понравились подарки? Так это были вы! Ну что, хотите снова выбрать тайных друзей? Хотим! Стойте! Сначала я хочу кое-что сказать! На этот раз, пожалуйста, кто-нибудь подарите мне новые игрушки-шарку! Штук так десять! Что? Тогда я хочу сто платьев! Что? Тогда мне тысячу энциклопедий! А мне фотоаппарат! Эй, ребята, по-моему, это уже слишком много! Альто и черепаха Ля-ля-ля-ля, со мной мой вкусный обед! Ля-ля-ля-ля, мой вкусненький обед! Ну вот, мы хотели собраться и съесть это вместе, а никого еще нет! Может быть, съесть одну штучку? Да, они бы наверняка не стали возражать! Ладно, одну или две, какая разница! Сами виноваты, что опаздывают! Как же можно удержаться и не съесть такую вкуснятину? Как камень? Камень шевелится! Альто, в чем дело? Там камень шевелится! Альто, камни не шевелятся! Тебе показалось, наверное! А я говорю, шевелился! А где это было? В Коралловом ущелье? Ну, тогда давайте посмотрим! Мы же все равно туда собирались плыть! Марин, Гу-го, я знал, что вы мне не поверите! Он был прямо здесь! Я сидел на камне, ел печенье, а он как зашевелится! Я так испугался! И я уронил пакет с печеньем и уплыл! Интересно, куда подевалось печенье? Я его где-то тут уронил! Ты что, опять без нас начал есть? Ты же знаешь, Альто долго ждать не умеет! Я все осмотрел, и никаких движущихся камней! Давайте лучше обедать! Вкуснятина! Альто, помедленней! Лоджик сзади! Камень шевелится! Оказывается, это всего лишь черепаха! Да, а вы видели лицо Лоджика? Альто, да я твоего крика испугался! Вот тебе и живой камень! А я-то и правда решил, что это камень! Это наша еда! Наверное, голодная! Вот, лови! Здорово! Я тоже, я тоже! Ух ты! Здорово! Да нам и самим еды мало! Ух ты! Как же она ловит! А как плавает? Такая милая! Все закончилось! Черепашка, держи! Эй, Альто! Зачем ты отнимаешь у нее еду? Черепашка, лови! Смотри, чтобы он не украл! Кидай еще! На этот раз поймаю я! Все закончилось! Ах ты, обжора! Да оба хороши! Много у вас общего! Это ты о чем? Вы оба любите поесть! Да мы совсем разные! Раз еда закончилась, уходим! Ладно, пошли поиграем на площадке в мяч! Это есть нельзя! Нет, нельзя! Черепаха съела пакет! Что же делать? Ей не станет плохо! Ты в порядке? Все хорошо? Раз съела, значит, все хорошо! Несъедобной она бы не стала есть! Конечно, нет! Какая же ты все-таки обжора, раз можешь съесть даже упаковку! Так, все собрали! Уходим! Да! Пока, черепашка! Ну-ка, кто первый до площадки? Гонка! Ай, это так нечестно! Я выиграю! Марины, друзья! Ой, черепаха плывет за нами! Зачем мы ей нужны? Наверное, она тоже хочет поиграть! А-а-а! 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 Я бы ее запросто мог обойти! А я-то думал, камни очень медленно плавают! Здорово ты плаваешь! Это все потому, что ты съела нашу еду! Если бы я хорошо поел, я бы тебя обязательно обошел! Давайте играть мяч! Ловлю! Этот мой? А-а-а! А-а-а! Ай, то не надо бить так сильно! Вот и иди теперь за ним сам! А-а-а! 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 Да ты просто молодец! А ну-ка, лови! Это мой! Я поймаю! Осторожно! Я же сказал, поймаю! Черепашка, ты в порядке? Как-то плохо она выглядит! Тебе больно? Похоже, у Альта очень крепкий череп! Ты в порядке? Вставай! Нет! Надо что-то делать! Срочно отведем ее к доктору! С ней ничего серьезного? Как она? Она в порядке? Похоже, она съела что-то странное Да, она у нас на пикнике съела пакет Ей вроде понравилось, мы решили, что все хорошо Морские животные часто не отличают еду от мусора Так что иногда съедают отходы, принимая их за еду Но когда они так делают, им становится плохо, как вот этой черепашке Это все я виноват Если бы я убрал за собой тот пакет, ничего бы такого не случилось Прости меня, черепашка Доктор, а что надо сделать, чтобы ей стало лучше? Надо сделать сильное лекарство от несварения Для этого нужна специальная трава, которая растет глубоко во впадине Но, боюсь, у меня ее запасы как раз закончились Тогда я сам ее достану Не волнуйся, все будет хорошо, черепашка Там так глубоко и так темно Но мистер Кан туда все время спускается Значит, и Альто сможет Нашел, тяните Ух ты! Альто, какой ты храбрый! Быстрее плывем к доктору Черепашка ждет нас Ну вот, проглоти Вот отлично Значит, все вышло Теперь ей уже лучше Черепашка, я так рад С этого дня обещаю больше не мусорить Ну, какой ужасный запах А пахнет прямо как после Альто Оба любят есть и оба любят портить воздух Ну, нет, от меня не так ужасно пахнет Или все-таки так же? Приедет? Не приедет, приедет А я говорю, приедет Приедет Чего вы не ловите? А, Вилли, ты сегодня такая счастливая У тебя какой-то особенный день А еще какой? Вот пойду сейчас домой и проверю Что проверишь? Кое-что Вилли, в чем дело? Я потеряла брошку Вилли, мне кажется, ее тут нет Как же так? Мне ведь ее папа подарил Может, штаб-квартири потеряла Точно Помнишь, ты там цветы разбрасывала И кружилась, как ненормальная Наверняка она тогда и упала В таком случае я сперва пойду домой А потом в штаб-квартиру А вы там пока поищите брошку Вилли, что происходит? До встречи А вам не кажется, что Виви немного странная? Интересно, почему? Ой, это же бабушка Виви Добрый день! Здравствуйте, дети! Вы что, опять к нам за редкими травами приехали? Да нет, сегодня у Виви день рождения И я приехала ее поздравить Наверное, поэтому Виви сегодня В таком прекрасном настроении Мне пора До свидания До свидания! До свидания! Точно У Виви день рождения как раз в это время Надо найти ей подарок Давайте подумаем Я не знаю Все так неожиданно Ничего не могу придумать Нужно что-то такое, что она любит Не придумывается Точно! Виви обожает цветы Да ей понравится что угодно Если только подарок будет от Марина В любом случае Нельзя ей дарить то, что у нее уже есть Я думал подарить ей брошку в виде цветка Но у нее уже есть одна Так что... Ребята! Виви же просила нас поискать брошку Точно! Давайте искать! Машел! Дай сюда! Ну, похож я на Виви Перестань! Это же брошка Виви! Ну и что? Я просто шучу Марин, как я выгляжу? Я красивая? Мне идет? Дай мне тоже И мне, и мне дай Нет, сейчас моя очередь Прекратите! Отдайте! Это все вы! А кто первый начал с брошкой играть? Думаю, мы тут все виноваты Она так любила эту брошку Это же был подарок от папы Что же нам делать? Виви, если узнает, то так разозлится Но мы должны ей все рассказать Я пришла! Ну что, нашли брошку? Забыли поискать? Так я и думала О! О! Моя брошка сломалась! Как же так? Мне ведь папа ее подарил Ливи? Ливи! Ты сегодня какая-то невнимательная Извините И справишься? Да Эй, скажи ей! Сам скажи! Марин! Марин и друзья! Виви такая печальная Да ну, подумаешь, брошка! Для нее эта вещь была особенной Надо ей сказать Виви, это мы ее сломали Мы нашли ее еще до твоего прихода Да, а потом мы стали с ней играть И она сломалась Что? Прости Мы должны были сразу сказать тебе Извини, что говорим только сейчас Но вы же знаете, как много она для меня значила Виви, прости Странно, обычно она в таких случаях очень сердится И правда Что с ней такое случилось? Ребята, в чем дело? Виви ведет себя так странно сегодня Это потому, что ее папа очень занят И не сможет приехать к ней на день рождения Не могли бы вы с ней поиграть Чтобы поднять ей настроение? Да Я ей сочувствую Если бы мои родители не пришли на мой день рождения Мне бы тоже было грустно Что нам такого сделать, чтобы ее развеселить? Может, ее обрадует подарок? Давайте подарим ей что-нибудь вкусненькое А мне кажется, ее куда больше обрадует подарок от папы Точно! Давайте наш подарок будет выглядеть так Как будто это подарок от ее папы Ну вот, осталось дождаться Виви Виви наверняка скоро придет Давайте готовить сюрприз Чур, я принесу печенье А я жалею с водорослей Ладно, все расходимся Но только к приходу Виви не опоздайте И что? И что? Меня позвали, а сами не пришли? Ну вот, никому я не нужна Одна-одинюшенька Одинюшенька Что это? Виви от папы Что здесь делает подарок от моего папы? Да какая разница? Главное, что он мне его прислал Папа, ура! Значит, он меня все-таки любит Папа самый лучший О, Виви, ты уже здесь Только посмотрите Мой папа прислал мне подарок Ты, наверное, так рада Еще бы! Это же подарок от папы Скорее открывай Так интересно, что там? Да, давай-ка я помогу Ну нет Опять все сломаете Пойду домой и открою его там А как же праздник? Да ничего Главное, что нам удалось порадовать Виви Да, она и говорит Стало гораздо громче Совсем как раньше А давайте все равно отпразднуем Бабушка! Скорее посмотри Папа прислал мне подарок Но я только что получила подарок От твоего папы на почте Что? Вот, смотри Тут сомнений быть не может Да, точно Папа не стал бы посылать его в штаб-квартиру Наверное, первый подарок от ребят Эй, ребята! Виви, это ты! Вы что, устроили мне праздник? Конечно, разве не видно? Сегодня вроде бы только у тебя день рождения Виви, с днём рождения! С днём рождения! Вы самые лучшие друзья на свете! И это же ваш подарок Подарок от моего папы пришёл по почте Ты была так расстроена, что твой папа не сможет приехать И мы решили сделать подарок как бы от него Мы подумали, тебе понравится И ещё мы тебе хотели устроить праздник Но ты ушла, так что торт мы уже съели А я же тебе говорил подождать Когда ты это говорил? Когда тоже желал торт? Всё хорошо Мой папа заказал в одной очень известной кондитерской большой торт И прислал мне его в подарок на день рождения Давайте съедим его вместе? Ура! Давайте! Альто, увиди день рождения Мы сначала должны ей спеть С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, наша Ви-Ви! С днём рождения тебя! С днём рождения! Ребята, спасибо вам! Го-го и акула-звезда Первый Второй Третий Четвёртый Мы Бабл Рейнджеры! Мы охраняем морской порядок! С дороги! Перед вами капитан Крюк, могущественный властелин Морио! Ваш ход, капитан Крюк! Мой ход? Что мне делать? Да что угодно, давай! Не поймаешь! Тра-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Получите! Ну и легкотя! Ай, я капитан Крюк! Го-го, ты уже устал? Да, похоже, устал Пальто! Может тебя опять загипнотизировать, Го-го? Правда? Ты злодей! Ты ужасный капитан Крюк! Прекрати! Что если он как тогда превратится в настоящего капитана Крюка? Да, ты прав Го-го, просто поэнергичнее Ты злодей или нет? Хорошо Не с места, Бабл Рейнджеры! Уходите прочь! Нет, погодите! Держи! Держи! Спасибо! Держи! Я тебя найду! И куда мне теперь идти? Я не смогу так все время убегать Я капитан Крюк! Я их одолею! Я смогу! Я капитан Крюк! Вперед! Бабл Рейнджеры! Вам от меня не уйти! Ай, поможди! Второй Рейнджер! Получи! Ого! Перестань! Это уже слишком! Что не так? Ты забыл? Капитан Крюк злодей Он не может победить Бабл Рейнджеров Правда? Мне запрещено выигрывать Ну, конечно! Ты телевизор смотришь? Рейнджеры всегда побеждают Да, но все-таки... Капитан Крюк, получай! Погодите! Ай, 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 ай! Ух ты! Капитан Крюк такой сильный! И его акула-звезда тоже! Но почему капитан Крюк всегда должен проигрывать Бабл Рейнджерам? И даже если он злодей Он мог бы иногда быть на их стороне Ну что, поиграем сегодня в парке? Давайте, как будто капитан Крюк разрушил парк А Бабл Рейнджеры должны его наказать Это игра для малышей Ну, давайте попробуем Отлично! Тогда идем переодеваться и встречаемся в парке Хорошо! Слушайте, ребят А что, если в этот раз капитан Крюк будет защищать жителей города вместе с Бабл Рейнджерами? Нет, так не выйдет Нет, но почему? Капитан Крюк злодей Он не может быть заодно с Рейнджерами Да уж! Я согласен Марин, а ты? Я думаю, что Лоджик прав Капитан Крюк и Бабл Рейнджеры слишком разные Да, ясно Понимаю Видимо, придется капитану Крюку и сегодня проиграть Бабл Рейнджерам Но вообще-то капитан Крюк сильный У него есть шляпа и меч О, что это было? Это просто окуленок Тебя тоже эти звуки напугали Все в порядке Я думаю, это где-то рядом с нами проплывал морской черт Я его тоже испугался Он уже уплыл Не бойся Я вообще-то не злодей Все равно боишься Погоди Смотри Печенье с водорослями очень вкусное и сладкое Попробуй Ну что? Правда вкусно? Ешь на здоровье Ну-ка, лови Поймал Еще Я сплаваю Нашел Лови Это игла-брюк Ты в порядке? Не испугался? Мне уже пора идти Меня ждут друзья Не хочешь, чтобы я уплывал? Но мне правда уже пора Что же делать? Точно! Акула-звезда! Моими друзья! Виви Подплыви поближе А то я до тебя не достаю Ну вот еще Сам подплывай Я с места не сойду Эй, как это так? Я никуда не поплыву Да ну, просто так стрелять друг в друга из баблганов скучно Ты прав Чтобы было весело Нам нужен капитан Крюк Вот именно Почему Гогу опаздывает? Стойте Что если он не пришел Потому что в одиночку съел все печенье? Да, но он бы так не поступил Марин, в чем дело? Вам не сдобровать, рейнджеры! Это акула-звезда! Ну, моя верная акула В атаку! Что происходит? Как это Гогу оказался верхом на акуле-звезде? Нет, он нас нашел! Так, оставьте это мне Привет, акула Я такая красивая, правда? Виви Мы с тобой на одной стороне На стороне добра Ну, как тебе, мой Таня? О, акуленок, ты в порядке? Ой, помогите! Капитан Крюк атакует! Бабл-рейнджеры, вставайтесь! Капитан, это и го-го! Сдаюсь, сдаюсь! И я сдаюсь! И я сдаюсь! Ух ты, я победил! Капитан Крюк победил! Все кончено! Ну как, вам понравилась акула-звезда? Да вы чего? Игра уже окончена Да нет, сзади! Это морской черт! О, нет, он же нас догонит! Надо где-то спрятаться! Смотрите, туда! И откуда только взялся морской черт? Наверное, мы его разбудили своими криками Что же нам делать? Точно! Го-го, у тебя же акула-звезда Она же супер-мощная! Ну, вообще-то... Это обычный акулёнок! Что? Просто акула! Что нам делать? Я сдаюсь! Погодите! Капитан Крюк вместе со своей акулой не победим, так? Да, точно! Альто, давай гипноз! Гипноз? Точно! Совсем забыл! Так, теперь смотри сюда! Вы, Капитан Крюк, и акула-звезда самые быстрые и сильные в мире! Вы, Капитан Крюк, и акула-звезда... Я Капитан Крюк, я сильный и быстрый! Ты, Капитан Крюк! Машин, черт, бежим! А ну, не с места! Я Капитан Крюк, могущественный и ужасный властелин океана! Эй ты, жалкая икринка! Как ты смеешь вставать на пути Капитана Крюка? Гипноз работал! Здорово! Крюк, покажи! Что не выходит? Попробуй поймать меня! Ого! Ого! Го-го! Давай! Тоже! 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 Атакуй его, Го-го! Я Капитан Крюк, я победитель! Ого! Ты в порядке! Марин, ребята! О, гипноз закончился! Где я? Акула, где моя акула? Вот ты где! Как я рад! Ого! О, ты смелый! Если бы не ты, мы были бы в беде! Ты победил морского черта! Я? С этого момента Капитан Крюк не просто злодей! В твоем исполнении Капитан Крюк герой! Да, я в книгах читал. Злодеи тоже бывают хорошие. Да здравствует Капитан Крюк! Да, ты лучше всех! Хотя, конечно, это я тебя превратил в настоящего Капитана Крюка! Ребята, большое вам спасибо! И акуленочек тоже молодец! Пришла беда? Мы поможем! Первый! Второй! Третий! Четвертый! И с ними Капитан Крюк и акула-звезда! Бабл-рейнджеры, пора спасать город! Вперед! Доброе утро! И никакое оно не доброе! Да, почему нет? Дело в том, что ковбой перегонял диких скатов на зиму в теплое место, но один из них уплыл. Серьезно? Да, мы должны его найти и пригнать к остальным, пока не похолодало. Мы волнуемся. Так что, если увидишь ската, сообщи в участок. Ладно. Но будь осторожен! Поведение диких скатов, когда они испытывают стресс, совершенно непредсказуемо! Но зачем дикому скату куда-то уплывать? Может, он захотел поесть тролов, вот и уплыл? Ох, Альто, не все же думают, как ты! Обычно дикие скаты не любят покидать свою территорию. Это для них неестественно. Он уплыл, потому что хотел остаться здесь? Да, но если он здесь останется, то замерзнет. Да вы не беспокойтесь. Мой папа уже везде его ищет. Снаружи творится что-то странное. Да ну, наверняка это просто стайка рыбок. Нет, я уверена, там что-то другое. Пойду проверю. Какой же Марин храбрый. Чего он так долго? А вдруг он там без нас ест что-нибудь вкусное? Ну и жадный же ты! Ребята, у нас гости! Гости? Какие? Вот! Диггий скат! У нас тут нет места. Я сейчас просто взорвусь. Я тоже. Марин, разве мы не должны отвезти его в полицейский участок? Вот именно. Пока мы тут с вами сидим, мой бедный папочка его повсюду ищет. Знаю, но когда я увидел этого ската, мне показалось с ним что-то не так. А что? Я даже не знаю, но хочу выяснить. И поэтому я хотела его спрятать здесь ненадолго. У нас, конечно, нет места, но если Марин просит, я за. Но если у дикого ската будет стресс, он может на нас напасть. Что? Напасть? Надо скорее рассказать взрослым. Слушайте, ребят, пожалуйста, давайте его тут хотя бы ненадолго оставим. Он голодный, наверное. Надо его чем-нибудь покормить. Да, отличная мысль. В таком случае я сейчас принесу тебе из дома еды. О, Марин, что это? Да просто мои друзья проголодались, так что я подумал, возьму что-нибудь перекусить. Правда? Но там же маринованные водоросли. Ты уверен, что они подойдут? Да, я пошел. Как странно. Он же вроде их терпеть не может. Марин, везет нам навстречу. Куда это ты? В штаб-квартиру. Меня там ждут друзья. До свидания. Стой! Что это? Это? Да ничего такого. Ты что же? Что? Я? Ты что, испортил воздух? Ну и запах. Фу! Извините, пожалуйста. Мне пора. Ну вот. Ну и запах. К этому запаху невозможно привыкнуть. Ну что, ты немножечко перекусил? Фу! О! Говорю же вам, он наверняка унюхал эти вонючие рулы, поэтому уплыл. Марин, может теперь спросишь у Ската, почему он уплыл? Эй, Скатик, скажи нам, пожалуйста, почему ты уплыл из заповедника? И что? Ну, похоже, он очень хочет кого-то разыскать. Ну, кого? Я не уверен, но мне показалось, этот Скат, когда был маленьким, сильно поранился. И кто-то, как я понял, его выходил. И теперь он ищет того, кто его тогда спас. Думаю, что да. А может, нам ему помочь в этих поисках? Ну, будет непросто кого-то найти, когда мы даже не знаем, как он выглядит. А Марин попросит Ската нам рассказать. Скатик, скажи, как выглядел тот, кто тебя спас? Итак, у него была квадратная голова. И тело, как консервная банка. И кожа цвета водорослей. Большие черные ноздри. И еще черные очки. Это мистер Кан. Марин и друзья. Спрашиваете, не спасал ли я пару лет назад летел наше дикого Ската? Да. Чего бы мне это делать? Я этих Скатов ненавижу. Вы не любите Скатов? Да, вот именно. Терпять их не могу. Теперь плывите, я занят. Странно. Описание Ската было очень похоже на мистера Кана. Ну что-то тут не так. Мам, пап, доброе утро. Доброе утро, Марин. Кстати, Ската, который вчера пропал, до сих пор не нашли. Да, отец Альта его везде ищет. Плохо. И где только такой большой зверь мог спрятаться? Мам, я поплыву к Альта, скоро вернусь. Так рано? Да, мы хотели поупражняться. Я быстро. Ты чего приплыл? Я же сказал тебе спрятаться. Тебя могли бы поймать. Ты хочешь поскорее встретиться с тем, кто тебя тогда спас? Я тебя понимаю. Но если ты так будешь плавать по городу, то тебя поймают раньше, чем ты встретишься с тем, кого ищешь. Прячься. Поплыли, я сопровожу тебя обратно в штаб-квартиру. Десять ножек кальмара, восемь ножек креветок. Десять ножек кальмара, восемь ножек креветок. Это мистер Кан. Ой, не заметил. Скатик, ты куда? Десять ножек. Мистер Кан, я вам сейчас все объясню. Мистер Кан! Мистер Кан! Что это? Что здесь делает дикий скат? Ну-ка, кыш, уплывай! Кыш отсюда, уплывай! Мистер Кан, этот скат специально отбился от своей стаи, чтобы только с вами встретиться. Прежде чем уплыть из города, он хотел поблагодарить вас за то, что вы его спасли. Он столько всего преодолел, чтобы найти вас. Вот именно. Эта ситуация теоретически непостижима. Или, может, на самом деле он хотел вам за что-то отомстить? Да это я ему должен мстить. Наверняка он хочет снова меня ударить. Ударить? Мистер Кан, этот скат вас ударил? Никак не угомонитесь, да? Хотите знать, что случилось? Я вам расскажу. Когда-то детеныша ската уже лили медузы, и я о нем хорошо позаботился. А потом, словно из ниоткуда, появилась его злобная мамаша. Меня это совершенно огорошило. И так сильно она меня ударила, что у меня еще месяц шишка была. Теперь понимаете, почему я не люблю скатов? Терпеть их не могу! Когда я услышал вашу часть истории, я понял, почему вы их не любите. Я тоже. Скатик, скажи, мистер Кан рассказал правду? А, мистер Кан, по-моему, скатику очень жаль, что все так вышло. И я думаю, он вам очень-при-очень благодарен за то, что вы его спасли, когда его ужалили медузы. Вы что, думаете, что этого достаточно, чтобы я опять полюбил скатов? Ошибаетесь! Хорошо, что он хотя бы вырос большим и сильным. Мистер Кан, скатик говорит, ему уже пора плыть. Он уплывает очень далеко в другой заповедник и не знает, сможет ли вернуться. Что? Он может не вернуться? Скатик! Иди ко мне, как ты вырос! Ух ты, кажется, мистер Кан все-таки простил нашего скатика. Хохотельное зрелище! И в итоге все получилось. Желание простить всегда сильнее мести. Ну, конечно! Я так и знал, что все закончится хорошо. Вот хулиган! У меня же так голова кружится! Моя спина! Эй! Нельзя меня вот так скидывать, негодяй! Я так и знал, что ты это сделаешь! Только для того и приплыл, чтобы надо мной издеваться! О! Ты мне собрал в подарок все эти жестянки! Спасибо! Спасибо, скатик! Возвращайся поскорее обязательно! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok